Друзья мои, смотрите, мелкий карапуз, у него сзади на жопе дырка, чтобы удобнее было строить. Русская деревня, друзья мои. Поплатно им покажем русских людей. Пойдем поближе, да, просто на острове, да, солнце под Харбиново. Смотри, какой колоритный там мужик-то русский. Нос-то у него такой, да, пропитый. Что, нельзя русским бесплатно здесь? Нельзя. Только китайцам. Русская кукла такая, в теле, в теле, да. Это военные чуваки какие-то на лошадях приехали в парк. Он зовет нас с ним на лошадь сесть, смотри, руку протянул. Леха, что на флаге написано? Северо-восточная армия противояпонская. А вот смотри, в очках чувак едет. Это программисты на лошади. Программисты, да? Сталинкуля. Сталинкуля. Это парк Сталина, что ли? Парк Сталина наш. Ё-моё. Китайцы помнят. А у нас в России есть вообще парк Сталина посвященный? Вот Ленина точно, наверное, есть. А Сталина нету. Сталин. А как он ее бросает? А, он резко открывает. В общем, уже спрашиваем сотого человека. Нам очень интересно спросить. И справляют праздники. То есть, жрут солнце, потом вылазят на лодке покататься, сюда приехать, погулять в парке там. Ну, ничего особенного нет. Что сказала? Она говорит, ничего особенного нету. Повторила золото на руку. Леха, что случилось там? Задавили кого-то, что ли? Охуеть. Друзья мои, смотрите, мелкий карапуз, у него сзади на жопе дырка. Мы боимся сзади этого чувака стоять, потому что неминуемая наша гибель. Неминуемо проклятье сейчас с небес полетит на нас. Ухуеть. Зваливаем с солнечного острова и едем обратно на материковую часть континента в город Карамиде. На улице ни одного русского человека. Что случилось с Россией? Я не понимаю, неужели... Да. Ну, у нас же есть на самом деле. Это очень тр ERIC, это очень хорошо. Так... Ну, вот. Да. А, да. Ну, вот, вот. Как всегда, такое, здесь, вот. Все, вот. Да, я думаю, да. Да. На улице. Молочай, легкий. О, тут, смотри, инсталляция Варкрафта. Короче, все фанаты Варкрафта пришли сюда. Давайте посмотрим, что тут есть. Вообще, фан-зона. Вау. Вот это я понимаю, кинотеатр так кинотеатр. Ко мне приезжали гости из Хабаровска, они вообще караются, просто караются. Друзья мои, мы стоим в очереди. В очереди стоим, чтобы сесть на автобус. Очередь длинная, но я думал, пройдется быстро. Мы-то уже сели, а вы стоите еще. Кому они звонят? Ну че, пойдемте посмотрим. Друзья мои, она уже закрыта, подписчики, извините, я сюда не попал. Ну вы держитесь, хорошего вам здоровья. Настроения и здоровья. Друзья мои, я проснулся только что от каких-то странных звуков. Я не знаю где я нахожусь, мне кажется это где-то рядом с Харбином. Вы слышите эту херню? Я хочу посмотреть, можно ли я? Я хочу посмотреть, можно ли я? Ты же, я хочу посмотреть, я не знаю где-то, я не знаю где-то. Кто-нибудь был когда-нибудь в метро китайском? Смотрите, на полу какие-то указатели, куда идти, если будет пожарный, да? Они будут светиться, и вы узнаете, как съебаться из метро, чтобы ваша жопа сгорела. Леха, что ты еще делаешь? Покупаем билет. Учерства нет на Янчан. Можно выбрать конкретную. И сколько нам? Два билета. Два билета, два кусочка. Давай два кусочка. Два по два в четыре Яня. И загорелась. Четыре Яня. Загорелся приемник бабок. Баба приемник загорел. Даль, подтверждаем. Забираем. Опа, раз. А где второй? Во второй. Юань сдача должна быть. Юань будет? Еще Юань сдача. Друзья, вот такая карточка метро, одна ветка в Харбине есть. На ней схема нарисована. Здесь у нас, дорогие друзья, часы. Она вообще сделана в таком, типа, древнем стиле. Видите, фонари древние. А метро такое модерн, чистое. Когда запрещенные вещества у тебя есть, их обнаружат и не пустят в метро. Допустим, взрыв читающий музык. Баллоны какие-то с газом. Я кого-чего-чего себя провожал, их не пустили. Потому что у них в рюкзаках баллоны были с газом. И поэтому их нужно под ножку класть. Потому что ныкать от чувака. А сам этот рюкзак еще без баллонов пропустить спокойно. Ага. Давай, наверное, сосканируем мой рюкзак. Что-то там до хера что есть. Ну, все нормально. Открылась дверька. Я пробежал. Друзья мои, смотрите, какое крутое метро. Здесь нет этой дырки опасно. Как, знаете, в Москве, там еще где-то в тупых городах. Тут не провалишься, смотрите. Что за дела? Почему не провалишься? Потому что они здесь построили стеклянный забор. Написано, какая следующая станция. Вернее, какая предыдущая. Какая следующая станция. Здесь на севере у нас. Они сообщают, что у нас где-то на китайском. Ну, на Батунхвай. И на английском. Там на юге уже на трех. Ну, если где Куэнтон, там, Куэнси, там. На русском диалекте. На Батунхвай и на английском. Аж так. Ну что, мы сейчас едем? Давай встанем сюда. Смотри, как она ровно подъезжает. Прям с двери к дверям. Смотри, ошибка. Где-то сантиметр, да? Да, сантиметр. Может два. Очень точно. Да, точно-точно. Опа. Погнали. Вау, нифига тут вагоны какие-то чистые. Крутые вагоны. Друзья мои, крутые вагоны. Срача нет. Только китайцы. Одни китайцы, и все. Видимо, кстати, все крайне хорошо. Что видно? Станцию? Тут время. Станция сейчас, полуконечная станция. Сейчас станция, полуконечная. А вот, смотри, тоже прикольная схема. Видно, куда мы едем. Друзья мои, символ Харбина нарисован на вагоне. Это снежинка. Короче, беру билет, запихиваю в эту адскую машину. У меня должен дверь открыть. Ох ты, блядь. Пробегаем. Сука, я из деревни, блядь, приехал, метро снимаю. Какой же я долбоёб. Ха-ха-ха. 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 Ты понимаешь, что, что ты поехаешь и все. Вот это дракон. Вот это я понимаю, Хэллундиан. Смотрите, он под землёй такой. Как Рексай ползёт. Под землёй. Смотрите, у него какая чешуя, как настоящая. Настоящий дракон. Опасный. У него вот такие острые шняги. Если будете по нему прыгать. Ха-ха-ха-ха. А, это провинция Хэллундиан. Лёха, мы где находимся? Вот здесь Харбин город. Так, а вот так ехать, ехать, ехать. Удаляньши. Хэ-хэ, друзья мои. Вот мы сюда поедем сегодня. Хэ-хэ. А здесь Россиюшка. Да, река. А тут Хэллундиан написано. Вот она и текёт, река. Река Му, друзья мои. Это, короче, дракон, который символизирует провинцию. И название реки, в честь которой эта провинция названа. Ага. Такой маленький, уютненький вокзальчик. Хэ-хэ-хэ, спряталась. Хэ-хэ, спряталась. Смотрите, друзья мои, путешественников мы встретили. Хэ-хэ-хэ. Хэ-хэ-хэ. Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Алексей. Это Игорь. Это тоже Алексей, я вижу, да? Это тоже Алексей. Это Андрей. Это не Алексей, грубо говоря. Какой загоревший вода. Мы где были, в Санья, что ли, отдыхали? Конечно. Да вы на великах в Санья приехали. Друзья мои, они мне сказали, что не съели третьего человека. Это так? Игорь, где третий человек? Андрей, где он? Опять купе на вагоне, кроме меня. Еще здесь едут мои друзья-путешественники. Смотрите на них. Что такое? Вы куда едете, друзья мои? Куда едете? Домой. Домой? Да. Ну как вам, понравилось до Харбина-то ехать на велике? Да. Нормально? Да. А вам как? Здорово. Друзья мои, заходите на канал к Игорю. Вы увидите цикл видосиков, как нужно правильно путешествовать из Хэй-Хэ до Харбина на велике. Сколько видосиков будет-то? Много. Маседики с подводочкой. А вы хотели? Нихао. А шишей? Это кролик. Кодзе! Да ну кролик. Ничего себе. Вы не на ноговороники. Ну и не глубоко, я. Ну это же кролики китайские. Андрей решил заходить зайца, убегается. Игорь тоже заснять решил блог Татья тоже нравится, нравится Осталось нам буквально минут 5 И мы приедем в ХХ Друзья мои, наконец-то мы приехали Игорь доснимает свой блог А мы идем на вокзальчик Побыстрее, потому что капает дождик Здравствуйте